Варшаву и Берлин А на самом деле с таким вопросом мы обратились к москвичам Я не вижу в принципе зачем Ну как, русский мир обидели, нужно же отомстить Кто нас обидел? Вот Европа, США, Обама Когда? Ну вот на днях Ну в связи с Украиной А Украина меня никак не обидела абсолютно То есть вы не готовы на танк? Я не вижу в принципе причины для чего Нас никто не обижал вроде как Я не вижу в принципе повода для каких-то воинственных действий С удовольствием А почему? Я бы с удовольствием вам ответил тоже на этот вопрос, но немножко спешу А вот вы не думали например прийти в военкомат? Он кстати неподалеку Если что мы готовы с вами отправиться и добровольцам пойти Вы ведь не приставились? Сотник ТВ, независимый телеканал? Ну я такого даже не знаю Ну какая разница? Что вы есть, с удовольствием с вами прогуляюсь, но сейчас я очень спешу То есть в военкомат вы сейчас не пойдете? В следующий раз с вами обязательно схожу Ну знаете, я вообще представитель мирной профессии, я врач Ну вот поэтому конечно подвиг на своем поприще наверное Как помощь людям, если это будут раненые еще какие-то проблемные Я готов оказывать вот атаку, я человек абсолютно не военный То есть на танк вы не взгромоздите? Нет, это не моя так сказать стезя На Александр Плац курс не возьмете? Нет, вы знаете, я очень с большим уважением отношусь и к полякам, и к немцам И конечно никуда ни с кем воевать не собираюсь И думаю, что они в общем этого не хотят А как вы думаете, почему такие ролики вообще появляются на нашем телевидении? Кому это надо? Ну наверное есть определенные люди, которые заинтересованы В, так сказать, манипулировании общественным мнением Знаете, такое есть понятие как нейролингвистическое программирование Поэтому, ну идет некая борьба, в которой мы просто статисты И которые наверное нас хотят использовать, чтобы мы приняли что-то в ту или иную сторону Ну вот, ну для этого человеку дан, наверное, разум и свое собственное мнение Поэтому мы должны опираться вот на свой, так сказать, свои какие-то моральные принципы, нравственные принципы И, наверное, ну иметь свою какую-то позицию в отношении тех или иных событий, которые проходят наши, ну вокруг нас Ну а при чем здесь Берлин, я не понимаю совсем? Ну это не ко мне вопрос, это к пятому каналу Вы знаете, я не видел лично, вот честно говоря, это интервью и вообще Нет, нет, это был ролик, это не интервью Это ролик, да, даже по интернету Нет, не по интернету, по пятому каналу В Германии война-то идет с Украиной Странно, вот больше вам ничего сказать не могу Я не готов Почему? А где же патриотизм? Не вижу никакого патриотизма в этом Ну вот утверждают, что если что и ракеты до Обамы доставим по воздуху Ну в крайнем случае только А какой случай крайний? Еще не крайний То есть если вам придет поездка, вы ее порвете? Пока я не вижу необходимости Ну вообще, в принципе, если за Россию, то можно За Россию А вы добровольцем готовы пойти? Добровольцем? Пока не могу сказать Честно, не знаю ответ на этот вопрос А если я вас уломаю, здесь вот недалеко военкомат Может быть сходим, подойдем А мы про вас сделаем, как про патриота, большой такой сюжет Давайте не сегодня А когда, давайте, назначайте время? Давайте, ну не знаю, когда-нибудь, может быть Сейчас пока нет Сейчас пока устраивается еще Жизнь устраивает А сколько ждать? Неделю, месяц, два, полгода? А чего ждать-то? Идти когда военкомат? А ради чего? Чтобы в Берлин ехать в Варшаву? Ну да, ну вот Путин говорит, что надо, да, пора Ну мало ничего, Путин говорит, мне кажется Ну как, телевидение-то, путинское? Путин, вот именно, что я понял, путинское Оно показывает то, что мы хотели, чтобы мы видели, правильно? А, да пошел мне, спешу Не готовы вы сейчас воевать? Пока нет Призывы к войне смущают Воевать я не хочу, но если надо будет, пойдем А за что? За родину В Варшаве родина? У вас вопросы, вы с какого канала? А я представился Я просто забыл Сотник ТВ, независимый канал Сотник ТВ Не знаю, а на кого работаете? На общество Ну странно, на какое вы в обществе работаете? Нет Почему? Ну, я вообще человек мирный И я думаю, что вообще сейчас такое время, что надо думать о мире И как его, ну как сказать, как его поддерживать То есть время войн уже прошло И надо как-то иначе смотреть на эти вещи Ехать воевать куда-то нет Если сюда кто-то придет и будет угрожать моей семье и моему дому кто-то То я буду готов воевать за свой дом, за свою семью Если будет нужно стране, лично мое участие Если будет воля государства на это То, конечно, я одену военную форму и пойду зачать страну А как вы считаете, сейчас есть в этом потребность? Распоказывают такие ролики Сейчас очень широкое информационное поле Пятый канал, десятый и так далее Оно очень широкое, информации очень много То есть я предлагаю в этом случае Или основываться на актах государственной власти, центральной Значит, на Кремле и так далее Если это будет воля высшего руководства страны Не мнение какого-то канала или конкретно каких-то лиц частных Даже пусть политиков Значит, это будет законодательно оформлено То в таком случае Я считаю, что Надо выполнять гражданский долг И все, не более того Вот если Путин объявит войну, например, Украине И вас призовет, вы пойдете воевать с братским народом? Ну, при чем здесь Путин? Путин... Значит, если власть, Кремль и так далее Скажет, что необходимо мое участие То, конечно, я пойду за счастье страну А от чего? Чтобы что было? Не знаю, не готов, если будет какое-то обоснование Кто-то что-то скажет, но... Ну, как родина в опасности, русский мир в опасности От чего она в опасности? Я не понимаю В Украине наших бьют, русских бьют Не бьет никто наших Наших там нет Официально наших же там нет? Нет Ну как, русскоязычный-то есть? Ну, на самом деле, я считаю, что Украина здесь совсем ни при чем Если мы к этому ведем разговор И здесь просто Уяснение отношений таких Политических держав, как Россия и США, Украина Просто вот что было с Северной Осетии, да? Или там с Грузии, когда просто наши вошли Это была первая попытка Мы там вроде повеивали Все санкции никаких против нас не ввели А здесь вот уже они отточили То мастерство, там не ввели А здесь ввели И здесь получается Ну, я не знаю, на самом деле Это все какой-то мыльный пузырь То есть здесь Кто-то Зарабатывает политические очки И я не считаю Нужным идти воевать за это То есть там Политик пришел, завтра он ушел Отдавать своей жизни За родину готов, за политиков нет Ну как, вот Путин, наверное, навечно Он же 15 лет Тут у нас политик Да нет, почему никто не вечно у нас Даже и за Путина воевать не будет Тем более за Путина Практически никто из москвичей Не изъявил желания Воевать за русский мир И даже за Владимира Путина Таким образом Непонятно Где наш развоевавшийся лидер Возьмет многомиллионную армию Для того, чтобы дойти до Варшавы И тем более Берлина Саша Сотник Роман Переверзев Сотник ТВ По пятому каналу прошел такой ролик В связи с которым Там было такое утверждение Что русские вновь готовы на танках Въехать в Варшаву и Берлин Лично вы готовы повторить этот подвиг Наших отцов и дедов? Извините, мне некогда Я сейчас не могу говорить Почему? Продолжение следует...